Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РНТВ продолжает новости Анапы регионов студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. За год всю Москву перевезли. В Анапе в 2013 году в городском транспорте проехали 14 миллионов 700 тысяч человек. В гостях хорошо, а дома лучше. Некоторые гости Кубани, похоже, об этом забывают. Священный ужас, священные войны. В этом году исполняется 70 лет со дня полного освобождения блокадного Ленинграда. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Строить – значит создавать. Например, красивые здания и жилые дома. В Анапе некоторые застройщики тоже создают беспорядок и неудобства. Строительные материалы и мусор на газонах, разбитые тротуары и дорожки – лишь часть наносимого ущерба. В центре города, на углу улиц Самбурова и Краснодарской, хозяин участка строит дом. Земельный участок оформлен по ДЖС. По внешним признакам специалисты определили – будет коммерческое назначение. И это не единственное нарушение застройщика. Какой-то вот ажиотаж, я не знаю, как будто я тут черт знает, что натворил. Ну сдвину я этот забор, уберу. Сейчас вот позвоню ребятам, подвинем мы его к стене. Весь свободный тротуар. Вы поймите, если бы я действительно сделал так, что люди не пройти, не стояли. То есть начало у вас вот здесь стояло? Да, да, да. Загнуется. Не так стоял. Передвинули. Да. Вы сказали, мы передвинули. Поступали жалобы даже неоднократные. Они жалобы и будут идти, всегда жалуются люди. Теперь надо к стене, ну подвинем к стене. Нужно поставить забор в границе своего земельного участка. Больше к вам никаких вопросов нет. Там соседи стучат, они там ругаются. Участковый пришел. Я не знаю, какой-то преступник что ли. Да, ответят анапчане, любящий свой город. Преступление против города и против жителей. Хозяин этого участка приехал из Москвы и строить, видно, решил по московским законам. В Анапе установлены свои законы. Единые для всех. Исследовать каждой букве все должны одинаково. Газон испорчен, бордюр разбит. По требованию специалистов управления муниципального контроля нарушения устранены в этот же день. Забор, ограждающий стройку, выходит на муниципальную территорию, сокращая тротуарную дорожку. Такое нарушение специалисты фиксируют здесь во второй раз. Рабочие разговаривать отказываются. Мэр Анапы Сергей Сергеев постоянно проезжает по улицам города, чтобы удостовериться, его распоряжение выполняют. Анапа должна выглядеть цивилизованным городом. Результаты постоянного контроля приносят видимые результаты. Нарушать застройщики стали реже. И на Краснодарской центральной улице города земельный участок по ДЖС должен стать площадкой для жилого дома. Если хозяин решит все-таки обзавестись коммерческим объектом, землю придется переоформить. Никита Бойко, Наталья Пухальская, Станислав Валько, Анапа. Регион. Во вторник на городском планерном совещании начальник управления по транспорту и связи отчитался о работе своего ведомства в докладе конкретной цифры и теории. Наша съемочная группа проверила на практике, как сегодня ходит городской и общественный транспорт и что говорят пассажиры, ожидающие свой рейс на остановках. Регулярные перевозки пассажиров в городе осуществляют 9 автотранспортных предприятий. Маршрутная сеть включает 11 городских и 34 пригородных автобусных маршрута, на которых ежегодно перевозится более 10 миллионов пассажиров. В 2013 году было перевезено 14,7 миллиона пассажиров. В 2012 году 14,2 миллиона пассажиров. Темп просто составил 103,5%. Транспортные предприятия приобрели более комфортные автобусы, больше вместимости, с количеством посадочных мест свыше 18. Учли пожелания на пчан и гостей курорта, внесли корректировки в схемы движения автобусов по маршрутам. Номер 112 теперь едет до хутора Красная Скала и Нижнюю Гастагайку. Схема маршрута номер 114 продлена до ГСК-12, а номер 17 теперь едет в микрорайон Алексеевский через Восточный рынок и гипермаркет «Магнит». Восточного сейчас едут в Алексеевку бабушки в основном. Раньше нельзя было уехать. Отсюда люди сейчас садятся на Восточный гипермаркет. То есть для удобства населения. Нам стало лучше. Мы с двойкой, с маршрутом двойкой как-то не пересекаемся сейчас. Понимаете, нам и народу неплохо стало, легче стало. Совершенству нет предела. И у анапчан есть пожелания. В 14-й раньше останавливался. Вот аптека была в третьем микрорайоне. Я бы очень хотела, чтобы его возобновили. Потому что много людей пожилых и с маленькими детьми. Остановки нет. Приходится ходить сюда. После 7 часов вечера вообще не видишь ни на чем. Это раз ненормально. Люди работают, бывает, до 8-ми, до 9-ти. Даже летом трудно вечером на чем-то уехать, не говоря уже зимой. Ребенок у нас учится в Анапской. На 101-м постоянно ждется и по полчаса. Очень трудно вечером уезжать с работы. Я работаю до 8 вечера. Но маршруток после 8 уже нет. Мэр города Сергей Сергеев распорядился на планерке. К сезону 2014 оборудовать автобусные остановки электронными информационными табло в центральной части Анапы. На двух остановочных пунктах такие табло уже размещены. Оно объясняет людям, помогает, направляет. Это хорошо, это замечательно, чтобы приезжие люди знали, куда доехать, знать температуру. На период курортного сезона отдел по транспорту планируют увеличить количество автобусов на 30% и внести коррективы в расписание движения городских и пригородных маршрутов. Алина Гумерова, Максим Лагош, Анапа. Регион. Обеспечение безопасности людей на транспорте и в местах массового скопления во время Олимпиады для властей и ответственных служб края – задача номер один. Краевой селекторное совещание посвятили вопросам антитеррористической безопасности. Выполняется целый комплекс мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности. Краевой селектор, посвященный антитеррористической безопасности, провел заместитель министра гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края Николай Малюк. В целях профилактики угроз общественной безопасности в период проведения Олимпиады в Сочи было проверено 24 муниципальных образования. На Кубани силами сотрудников МВД ведется отработка жилого сектора. Так, за 4 месяца работники полиции проверили более 16 тысяч иностранных граждан, а также лиц безгражданства. Раскрыто около 4 тысяч преступлений. Подверглись проверке более 17 тысяч владельцев различных видов оружия – гладкоствольного, газового, травматического. Задержаны 200 человек, находящихся в розыске. Не менее актуальная тема – выявление так называемых резиновых квартир, когда на один адрес приходится множество регистраций. Работу в этом направлении рекомендовано усилить. О том, как ведутся меры по предупреждению террористических актов, отчитались главы Приморско-Ахтарского и Высилковского районов. О состоянии правопорядка и общественной безопасности на курорте Анапа доложил глава города Сергей Сергеев. Во всех сельских округах созданы рейдовые группы. Казаки и общественность ежедневно проверяют места массового пребывания людей. Мы видим резерв в общественности. Во-первых, в казачестве. Мы с атаманом договорились, что на охрану общественного порядка будут выходить казаки. Придется работать и по 12, и по 14 часов. Заместитель министра ГОЧС и региональной безопасности Краснодарского края Николай Малюк сакцентировал внимание участников совещания на продолжении тщательных проверок иногороднего транспорта, работы авто и ЖД вокзалов. Главам муниципальных образований совместно с миграционной службой и органами внутренних дел усилить работу в плане контроля мигрантов. По окончании селектора глава курорта Сергей Сергеев дал указания соответствующим службам города продолжить патрулирование согласно графику, проверять всю информацию, которая поступает от глав сельских округов, руководителей органов ТОС, а также вести мониторинг всех крупных объектов на выявление мигрантов-нелегалов. Весна не за горами. Все-все-все работы, которые мы проводили, продолжаем. Напряженный режим сохраняется. И не расслабляйтесь. Светлана Авилова, Александр Кореневский, Анапа-регион. И к другим темам. Вспоминать тяжело, забыть невозможно. 27 января отметили 70-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня в городе на Неве проживает более 132 тысяч человек, награжденных медалью за оборону Ленинграда или знаком жителям блокадного Ленинграда. В Анапе 33 блокадника. На встречи с ветеранами побывала Алина Гумерова. 872 долгих, мучительных дня голода, артиллерийских обстрелов и регулярных авиаударов. Главных героев праздника, ветеранов и участников Великой Отечественной войны, ленинградцев, переживших суровые дни блокады, пригласили за праздничные накрытые столы. От имени мэра Анапы Сергея Сергеева собравшихся поздравил заместитель Олег Костенко. Хочется вас еще раз поздравить с этим событием, пожелать вам всем мера, благополучия, самое главное здоровье, чтобы еще мы с вами не один год собирались за этим столом. От имени главы города сегодня юбилейная дата, 70 лет, мы приготовили подарки каждому из вас, это мультиварки. Галине Булатовой Олег Костенко вручил нагрудный знак 70 лет освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков. В 2013 году Анапскому обществу блокадники Ленинграда исполнилось 20 лет. Ее бессменный председатель Александр Орлов. Дети блокадного Ленинграда, многие погибли, некоторых вывезли на большую землю из блокадного Ленинграда, и которые вот здесь и сейчас перед нами сидят, это чудом, чудом выжившие дети. Вместе с вокальным ансамблем Отрада Александр Орлов исполнил известные песни военных лет. Волховское застольное за заставами ленинградскими. Фронтовые песни ветераны спели хором. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа-Регион. 90-летие со дня рождения отметила ветеран Великой Отечественной войны Мария Михайловна Попова. С юбилеем ее поздравил президент Владимир Путин, депутаты города-курорта Анапа, активисты ТОС-12 микрорайона, где живет Мария Михайловна, ее родные и близкие. Это мой выбор. Ну, ваш юбилей, это скромный подарок от главы, от Совета по исполнению образования. Это чтобы у нас стол сладкий сегодня был, ну и ваша жизнь такая же сладкая продолжалась. Гостей усадили за стол. Вся семья в сборе. У Марии Михайловны Поповой две дочери, четыре внучки и трое правнуков. В годы войны она служила в противовоздушной обороне. Когда наши войска двинулись на запад, Мария, получившая легкую контузию, осталась в госпитале. Ее попросили ухаживать за ранеными, где она и познакомилась с танкистом, будущим мужем Федором Поповым. После войны Мария Михайловна работала в совхозе Джемете. Ушла на заслуженный отдых в 75 лет. Имея богатый жизненный опыт, желает и советует всем. Чтобы достаток был, чтобы детей много было, чтобы работа была любимая, хорошая. Так как мы трудились и работали, мы работали, не покладая рук. Главное, чтобы был мир. В свои 90 лет ветеран войны и труда Мария Михайловна в курсе событий. Смотрит новости по телевизору, свободно обращается с мобильным телефоном. Довольна, что несмотря на возраст, сама себя вполне может обслужить. А за столом и песню спеть. Где в горах орлы да ветер, на-ни-на, на-ни-на. Жил старик воно 100-летний, на-ни-на, на-ни-на. Смерть пришла ночной порою, на-ни-на-ни-на. Говорит, пойдем со мною, белево-дела. Дочери Марии Михайловны Светлана и Елена частенько собираются вместе за чаем. И смотрят старые фото, какими красивыми были в молодости их дедушки и бабушки. И гордятся родителями, великими тружениками и защитниками Отечества. Лариса Басова, Максим Лагуша, Анапа-Регион. Февраль – месяц встреч и школьных воспоминаний. Гимназия Эврика приглашает своих выпускников на юбилейный вечер встречи 1 февраля в 18 часов. И это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. Прогноз погоды выходит при поддержке нашего партнера – мебельного центра «Ксюша». Весь январь в салонах мебели ДМАй получите в подарок 25% гостиной из коллекции «Токио» и «Милана». ДМАй. Живи красиво! В четверг 30 января в Анапе пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем – минус 7, минус 9, ночью до 11 градусов ниже нуля. Ветер северо-восточный 10 метров в секунду. Атмосферное давление в норме – 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды – 3 градуса со знаком «плюс». Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова